Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как определяются границы земельных участков, за чей счет проводятся кадастровые работы и как разрешаются тяжбы соседей по дачным участкам? В нашей студии заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Самарской области Дмитрий Игнатов. И ваши вопросы, как всегда, задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, вот определение границ земельных участков, когда и в связи с чем оно проводится, и для кого, собственно говоря, актуальна эта тема? Кого она касается? Добрый вечер. Добрый вечер. Но определение границ земельных участков касается, в принципе, всех людей, всех жителей нашей страны, у кого есть в собственности, в пользование, в аренде земельные участки, либо объекты капитального строительства, которые на них расположены. Дома, дача, какие-то сооружения. То есть, когда он приобретает гражданин в свою собственность земельный участок и строение, которое на нем есть, он уже вступает, так скажем, в кадастровые отношения, да, так можно сказать? Он вступает в кадастровые отношения, и прежде чем, конечно, купить что-либо, необходимо, ну, в идеале удостовериться, имеются ли границы у того, что вы приобретаете. Имеются ли границы у земельного участка, выставлены ли они на местности, имеются ли границы у дома, или это некий, скажем так, виртуальный участок, у которого есть только кадастровый номер, но нет границ. А как в этом удостовериться? Вот вы сразу сделали такое вот замечание, обращение, как это понять? Удостовериться очень легко. Всего лишь нужно заказать выписку из нашего реестра, выписку, кадастровую выписку из государственного кадастронедвижимости. Лучше всего это сделать в электронной форме. Даже так? Зайдя, конечно, на сайт rostrereester.ru, это стоит дешевле, это стоит всего лишь 150 рублей, указываются там необходимые параметры, адрес, либо кадастровый номер. Но если вы приобретаете земельный участок, у него есть кадастровый номер. Поэтому вот пользование порталом – это для вас. И вам на электронную почту минут через 15-20 после проведения оплаты приходит как раз вот эта кадастровая выписка. Если есть такая, или в любом случае приходит? В любом случае, либо она приходит на одном листе, это значит граница вашего земельного участка, так называемого, виртуальная. Либо они приходят, совершенно нормальная выписка с границами, с точками, с какими-то обременениями, которые могут быть наложены. Да, понятно. А что такое кадастровая оценка? Вообще вот кадастровая стоимость, она чем-то отличается от рыночной, скажем. Вот чтобы определиться, что такое кадастровая стоимость? Объекты или участка? Понятно. Вот задача государства как раз и состоит в том, чтобы та стоимость объекта недвижимости, земельного участка или, например, дома, чтобы эта стоимость соответствовала рыночной. Чтобы именно вот с рыночной стоимостью человек и платил налог. Вот кадастровая стоимость, она в идеале как раз приближена к рыночной. Конечно, тут можно говорить о том, что существуют определенные ошибки, но при массовых кадастровых работах они проводятся. Вот, например, у нас миллион триста земельных участков на территории Самарской области. Почти на каждого жителя, да, получается? Да, совершенно верно. И проводятся кадастровые работы, определяется кадастровая стоимость. В большинстве случаев она соответствует рыночной. Если, соответственно, вы не согласны с этим, либо считаете, что у вас участок чересчур завышен, вам приходится платить завышенный налог, то тут существует механизм ее спаривания. Сначала в комиссию, либо сразу в суд для граждан. То есть процедура очень установлена. А на что она вообще влияет, кадастровая оценка? Вот зачем нужно ее проводить? На налогообложение как раз, да. Вот со следующего года вообще уже сейчас все граждане нашей страны платят земельный налог именно исходя из кадастровой стоимости земельного участка. А разве она меняется, вот эта вот стоимость кадастровая? Или как вот, она же определенная, вот один год она такая, а в следующий год она, значит, поменяется? Существуют нормы закона, которые предусматривают, например, определение не чаще, чем раз в год изменения этой кадастровой стоимости и не реже, чем раз в три года. Потому что рыночная ситуация в стране меняется, и, соответственно, сегодня земля стоит дороже, завтра она будет стоить дешевле. Здание наоборот сегодня дешевле, завтра будет стоить дороже. В общем. Понятно. А можно как-то просчитать повышение земельного налога вообще или нет? Опять же, через сайт Росреестра заказываете кадастровую выписку, либо кадастровый паспорт. Там есть кадастровая стоимость объекта недвижимости. И вы можете понять, сколько вам придется платить, подсчитать и понять, сколько вам придется платить в следующем году земельного налога. Понятно. А от чего зависит вообще вот кадастровая стоимость? Это вообще какие принципы? Чем выше кадастровая стоимость, тем что происходит с землей, с участками или недвижимости, тем она что? В лучшем каком-то районе или что? От чего вот такие? Да, вообще кадастровую стоимость определяет по контракту независимый оценщик. Они участвуют в аукционах, в торгах, выигрывают и определяют стоимость. Учитывают массу факторов. Например, по квартирам это расположение в том или ином районе, расположение относительно магистралей каких-то. По земельном участке тоже, естественно, имеет важность близость к каким-то естественным объектам, к реке, к лесу и так далее. В общем, масса факторов учитывается. Дмитрий Геннадьевич, допустим, человек зашел на сайт Росреестра, выяснил какую-то кадастровую свою стоимость и абсолютно с ней не согласен. То есть она у него была одна, ничто в его жизни не поменялось и на участке, вдруг она там резко возросла. Можно это оспорить или нет? И как это сделать правильно? Конечно. Вот для этого и существует этот механизм, о котором я сказал. То есть нужно подать заявление в комиссию. Она создана при Росреестре Антонова Овсеенко 44А. То есть сразу в суд не надо идти и что-то возмущаться? Почему? Можно сразу идти в суд. Если вы представите необходимые документы, самым необходимым там является отчет об оценке, подготовленный независимым оценщиком. Вот если вы представляете туда этот документ и еще некоторые документы, они там несложные, перечень есть, также можно зайти на сайт, ознакомиться с этим перечнем. Комиссия спустя месяц принимает решение удовлетворить ваши требования или отказать вам. Вот в случае, если вам отказали, то вы как раз и можете идти в суд и спорить дальше. Но здесь хотелось бы тоже предостеречь, потому что людей вот от излишнего обращения, потому что если ваш участок стоит, например, тысячу рублей, а вы говорите, что он стоит 500 рублей, то, может быть, и не стоит идти обжаловать, потому что затраты, конечно, на оценщика. Конечно, существуют случаи, когда, например, участок стоит миллион по кадастровой стоимости, а вы считаете, что он стоит 100 тысяч. Конечно, здесь имеет смысл идти и обжаловать, оспаривать, потому что платить налог 1500 в год или 15, 150 рублей в год, это, конечно, две большие разницы. Понятно. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Есть номер кадастровый на участок. Свидетельство есть временное. Когда я буду оформлять через рекпалату, нужно ли обращаться при этом в кадастр? Если у вас есть кадастровый номер, а он есть практически у подавляющего большинства. А вот временное свидетельство – это что? Временное свидетельство – это как раз свидетельство, выданное до образования рекпалаты. Это не совсем корректно сказано. Сейчас это управление Росреестра по Самарской области. Оно создано в 1998 году. И вот до его создания выдавались свидетельства. Но сказать, что они временные, нельзя. Они имеют равную юридическую силу с теми свидетельствами, что выдавало и выдает управление Росреестра. Ну, это просто обывательское вот такое название. И вот, как правило, есть кадастровый номер практически у всех участков. Поэтому вы можете по этому кадастровому номеру получить кадастровый паспорт у нас, обратиться в управление Росреестра, ну, либо опять же к нам, потому что мы также осуществляем функции по приему и выдаче документов на госрегистрацию. И получить свидетельство нового образца. Понятно. Насколько я знаю, с 1 июня 2015 года начались комплексные работы по уточнению границ земельных участков. Как все это будет проходить? Какие цели ставятся? Почему вдруг вот такие комплексные работы были начаты? И что нам от этого ждать? И к чему это, собственно говоря, должно привести? Вот, спасибо за вопрос. Очень, на самом деле, хороший вопрос. Комплексная работа. Вот он как-то отразится на каждом владельце или нет? Совершенно верно. Это коснется вот абсолютно всех, да, собственников. Потому что я здесь маленький экскурс в историю сделаю. Вот все те документы на землю, на собственность, о собственности, которые выдавались с 90-х годов вплоть до 98-го года, они все, эти документы проходили учет и учитывались в отдельных реестрах, созданных на территории, например, муниципального образования, или, например, областной какой-то структуры. Вот. С 2008 года создан единый базовый ресурс, в котором имеются сведения абсолютно обо всех земельных участках. Они туда погрузились из этих вот обособленных реестров. И сейчас наш государственный кадастр недвижимости наполнен массой сведений обо всех земельных участках, имеющихся в собственности, в пользование просто предоставленных тем или иным лицам, гражданах. И вот, к сожалению, ну так как реестры были все разрозненные, учет велся либо по тем, либо по другим правилам, они к нам перелились, перешли с неуточненными границами. И вот до настоящего момента у нас в среднем по России около 50% земельных участков имеют уточненные границы. У нас на территории Самарской области уточненные границы имеют всего лишь 39% земельных участков. То есть цифра, как вы понимаете, чересчур мала. Что такое уточненная граница? Этот земельный участок привязан к некой точке на карте, и он оттуда уже не может сдвинуться ни вправо, ни влево. То есть вы можете заказать кадастровую выписку, там будут координаты, вы их можете выставить на местности и понять, где реально проходит ваша граница. 60% земельных участков координат не имеют. Либо имеют, но они не надлежащей точности. Это как раз комплексные кадастровые работы, как раз и призванные обеспечить координатами, обеспечить привязку к местности эти 60 оставшихся процентов по нашей области. Поэтому, повторяюсь, это касается абсолютно всех и каждого. То есть даже вот каждый участок, границы каждого участка будут уточнены, да? И тогда, вот я так уже полагаю, эти уточненные данные, которые могут оказаться новыми, могут привести к конфликтам. Если окажется, что у одного, значит, участка, там, участок залез на территорию другого, а владелец об этом или не знал, и он скажет, так, вот если у нас по новому кадастровому, значит, вот такому плану, такие границы, давайте вот забор свой передвигайте обратно туда, где вот он должен стоять. Вот такое может быть, и как выходить из этих ситуаций? Ну, тут вот нужно несколько разграничить вот ситуацию, потому что есть некие незаблимые правила, которые будут соблюдаться при проведении вот таких вот комплексных кадастровых работ. Это, во-первых, не будут двигаться ни в коем случае границ, установленные решением суда. Да, просто уточненные границы земельных участков. То есть, когда границы уточнены у земельного участка, у него есть собственник, у него есть адрес в кадастре недвижимости, в реестре прав. То есть, в любом случае, собственника можно найти. А вот если, конечно, у вас участок декларированный, то есть, у него границы не установлены, то при проведении кадастровых работ, конечно, ваши интересы могут быть затронуты. Вашу границу могут подвинуть вправо-влево, потому что ваш сосед будет на этом настаивать, а вас не найдут своевременно. Вот. Там дается срок, тоже не все так просто, там дается срок полгода, когда вас будут искать, когда эта, например, граница получит статус временной и такой вот неуточненной в течение 15 лет. Если за 15 лет вы так и не удосужитесь и не придете, не уточните границу, то она останется такой вот, как, например, ее установил ваш сосед. Ну, согласитесь, это очень вот льготные, щадящие условия для того, чтобы, наконец-то, все земельные отношения в России привести к некому, в некий порядок. А я так понимаю, что это очень массовые такие работы будут проводиться. А за чей счет? Будет ли собственник, владелец что-то вносить за такие работы? Или это государство берет на себя? Ну, естественно, если это массовые кадастровые работы, комплексные работы, ведь государство чувствует в себе необходимость провести инвентаризацию земель и установить границы на местности, коли этого не было сделано раньше. Поэтому комплексные работы будут проходить исключительно за счет государства, за счет муниципальных, областных бюджетов, неких субвенций. Вот, поэтому средств с людей собирать не будут, никто не будет. Но, конечно, здесь нужно также иметь в виду и думать о том, что массовые кадастровые работы – это не панацея. Вот, и если вы придете сейчас к нам, уточните свои границы, или сделаете это в период проведения кадастровых, массовых кадастровых работ, это, конечно, будет предпочтительнее. А вот при проведении таких работ кадастровые инженеры будут на местность выезжать, да, получается? Или как? Или это обязательно присутствие кадастрового инженера? Я просто вот знаете, к чему говорю? Вот если придет, вот я на даче, приходит мужчина, говорит, я кадастровый инженер провожу массовые кадастровые тут работы. Я скажу, да извините, я вас не знаю, и просто вот дверь закрываю. Ну, не я, а вот любой другой. Вот такое игнорирование, оно к чему может привести? Самое главное – не платить ему денег. Никаких. Никогда и никаких, потому что для вас это бесплатно. Вот, потому что сейчас может кто-то воспользоваться такой информацией, что работы массовые, ходят кадастровые инженеры, что-то тут проверяют, вычисляют и собирают деньги. То есть это будет бесплатно? Конечно, конечно. С вас деньги может собрать только председатель дачного товарищества и то на те цели, которые вы сами установили на общем собрании товарищества. Понятно. Следующий вопрос. Почему так резко увеличился налог на землю? Было у нас 1900 рублей, сейчас 3,5. Вот это как раз связано с проведенной кадастровой оценкой. То есть рыночная стоимость тоже увеличилась, получается? Вот если вы говорите, что это приблизительно рыночная стоимость, да? И получается, что просто земля растет в цене, да? Вот так вот, и имущество на ней. Конечно. Скорректировалось. Вот такое увеличение произошло не для всех категорий земельных участков, для людей, которые живут на земле, которые ей пользуются, для дачников, садоводов, для людей, которые занимаются личным подсобным хозяйством, стоимость она не увеличилась. Стоимость увеличилась для земель, занятых промышленными предприятиями, используемых для бизнеса, расположенных вдоль каких-то артерий. Ну, я опять же повторяю, если вы считаете, что стоимость завышена, что ваша земля не стоит таких денег, то нужно идти в комиссию и ее оспаривать. А если, допустим, границы, при проведении этих комплексных работ, по уточнению границы, границы участка изменились, собственнику что делать? Идти что-то регистрировать заново, что-то снова оформлять или ничего не делать, когда ему сообщат, что у вас изменения? Нет, ни в коем случае. У нас очень налажено информационное взаимодействие между, ну, как минимум, управлением Росреестра, которое регистрирует права, и нашей службой, которая как раз вот и отвечает за уточнение границ. Поэтому, если кадастровый инженер, муниципалитет уточнят в результате проведения комплексных кадастровых работ, уточнят ваши границы, мы будем знать об этом, мы сообщим в управление Росреестра, то есть вам менять в своих документах ничего не будет нужно. Единственное, здесь, может быть, возникнет нюанс, то, что вот у нас многие люди привыкли иметь на руках свидетельство. В результате массовых кадастровых работ площадь земельного участка может измениться в ту или иную сторону, может, например, увеличиться на 10%, потому что человек по документам владеет шестью сотками, а на самом деле он пользуется 600, и у него участок 658 метров. Вот эти 658 метров в результате комплексных кадастровых работ будут внесены к нам, будут внесены в реестр прав, и у человека, конечно, могут возникнуть вопросы, почему у него старое свидетельство на 600 метров, а по новым документам 658. Но вот от свидетельств сейчас уже это необязательный документ, его можно уже, в принципе, не получать. Главное – выписка из того или иного реестра. Но все-таки, если кому-то нужно будет новое свидетельство, можно будет обратиться и получить его повторно. Уже новое, красивое, с новой площадью. – Понятно. – Но это необязательно повторяется. – У нас есть такая практика, тут вот и скрывать нечего, что некоторые владельцы земельных участков прихватывают себе метры или от дороги, или тут пустой какой-то клочок земли, они раз забором вот так вот обнесут, и это как бы их участок. Вот эти метры, которые люди себе взяли, и за ними ухаживают, и все у них хорошо, можно официально узаконить как-то? Или вот при проведении вот этого уточнения это опять все срежется, и нужно будет вернуться на прежние свои метры? – Можно. Закон, и раньше это предусматривал возможность, если это не нарушает тех или иных интересов, и предусматривает это и в новых вот этих нормах о комплексных кадастровых работах. Но здесь нужно четко разграничивать. Вот как вы сказали, занял кусочек дороги, категорически нельзя. Ее заставят, конечно, заставят. А если он занял чуть-чуть пустырь за своим огородом, то, наверное, можно. Если этот пустырь не земли сельхозназначения, естественно, не лесные земли, не водные земли, прирезать себе кусочек пляжа, конечно, нельзя. Да, категорически. Вот я просто вот буквально из недавних событий последний раз ездила на свою дачу и решила прогуляться к озеру, и я увидела там забор, но я не знаю, на сколько, метров на 100, 200, но я не знаю, очень большой. Вот такое реально, он может платить за это, зарегистрировать официально и платить, потому что вот буквально, ну, очень большой участок. Вот это как? Ну, очень большой участок человек не мог получить просто так в собственность, он его мог получить только через муниципалитет, например, в аренду. И здесь, конечно, нужно разбираться, правомерно ли был предоставлен кусочек водоема. Береговая полоса, она не подлежит приватизации, ни в коем разе. Ее, если и можно использовать, например, для... У нас есть такие случаи, что когда садоводческое товарищество сбрасывается и оформляет целиком на себя, как на садоводческое товарищество, кусочек пляжа для своих, что называется, целей. Но опять же, повторяюсь, на этом пляже... Это незаконно, да? Конечно, незаконно. Могут купаться не только члены товарищества, но и все остальные люди, потому что, если вы получили такую землю в аренду, на нее есть ограничения. Вы прочитаете свой документ, договоры, там все про это прописано. Нельзя гараживать, нельзя препятствовать доступу людей. Поэтому можно... Хотя вот на практике происходит. Нужно обращаться к земельному инспектору по вашей территории, в муниципальный земельный контроль, писать письма, чтобы разобрались, пока не поздно. Потому что, опять же, есть очень много случаев, когда заборы сносят. Забор убирает и обеспечивает свободный доступ, как и прежде было. Тогда вот нужно сожняться. Конечно, пожалуйста, пользуйтесь. У нас дачный массив Волжские зори. Можно в кадастре узнать границу и как это сделать? Дачный массив Волжские зори. И как узнать вот кадастровая территория вот именно этого массива? Границу, границу. Границу дачных массивов внесены буквально единицы у нас по области. Это те массивы, которые образовались, ну, не в столь далекое время, там пять, может быть, шесть лет назад. И это те массивы собственности у членов этого садоводческого товарищества на землю, у которых нет. У всех остальных граждан есть индивидуальная собственность на свой земельный участок площадью пять соток, десять, пятнадцать соток, в конце концов. И именно эти участки стоят на кадастровом учете. Именно границы этих участков содержатся в кадастре. Поэтому теоретически, определив, где находится ваш участок, вы можете понять, где находится граница вашего массива. Но границы массива никто не вносил, они, в принципе, никому не нужны. Ну да. Следующий вопрос от Наила Ахмедсаитовича. Дачный массив Петра Дубрава, Зеленая Роща. Документы есть на руках. Раньше никто не оформлял. Нужно ли сейчас это делать, оформлять в собственность? Если у вас документы на руках, то земельный участок уже находится у вас в собственности. И здесь возникает вопрос, что вы с ним хотите делать. Если вы его хотите продать, подарить или еще какие-то действия с ним совершить, то, конечно, его нужно сначала оформить. Если вы им просто пользуетесь, живете на нем, то я советую ничего не делать, кроме того, что, конечно, о чем настаиваю на протяжении всей передачи, это уточнить границы. Потому что пока границ вашего земельного участка нет, вы пользуетесь неким виртуальным земельным участком. Ну, либо, соответственно, дождаться, пока пройдут комплексные работы, и муниципалитет уточнит за вас границу вашего участка. А как долго нужно ждать, вот когда вот эти комплексные работы завершатся? Потому что можно ждать-то, конечно. Ну, это зависит, конечно, от финансирования. Как будут муниципалитеты финансировать эти работы? Ну, презюмируется, что это должно закончиться к 2018-му, к 2019-му году. Следующий вопрос. Наше предприятие не устраивает результат государственной кадастровой оценки земли. Можно ли его оспорить в арбитражном суде? Кому в этом случае предъявляется иск? Практика изменилась, и в настоящее время его можно оспорить только в суде общей юрисдикции. Читайте, пожалуйста, судебный обзор, судебную практику. А вот, так, следующий вопрос. Есть свидетельство, выданное 1993-м годом на землю и на хозблок. В МФЦ мне сказали, что нет кадастровых номеров. Я вступаю в наследство, и мне нужно переоформить свидетельство. Лидия Константиновна. Ну, тут, конечно, вопрос специальный. Вот если нет, вот в МФЦ сказали, что нет кадастровых номеров. Вот что ей делать? Свидетельство выдано 1993-м годом на землю и хозблок. Я понял. Возможно, вы некорректно указали адрес в своей заявке. Вот, возможно, кадастровый номер вашего земельного участка у нас имеется. Вот, поэтому здесь я могу посоветовать обратиться с заявлением о внесении ранее учтенного земельного участка в государственной кадастровой недвижимости. Это услуга абсолютно бесплатная, она не требует ничего, кроме паспорта и, соответственно, свидетельства старого образца 1993-го года. Приходите в любой наш офис, либо в офис МФЦ, подаете свидетельство, подаете это заявление. И здесь, возможно, два варианта. Либо мы вам вносим, вот, потому что у нас его действительно нет, это очень редкий случай. Очень редкий случай, повторяюсь, такого практически не бывает. Либо мы вам даем отказ и говорим кадастровый номер вашего земельного участка. Это значит, что вы в предыдущем запросе некорректно указали что-либо. Например, указали площадь земельного участка. Потому что земельные участки раньше не идентифицировались по адресам вплоть до участка. Например, зеленая роща, участок 15. В зеленой роще есть несколько массивов, массив 1, 2, 3. И в каждом массиве еще есть несколько линий. И, соответственно, в зеленой роще может быть 20 участков под номером 15. Поэтому я рекомендую поступить именно так. Следующий вопрос от Зои Петровны. «Имея свидетельство о праве собственности на землю, выданное в 1992 году, дачный массив Воскресенко, могу ли я его продать без получения нового свидетельства? Кадастровый номер не указан, но выдано Волжским районам». Еще раз говорю, нет, продать вы его не сможете. Вам нужно его сначала оформить. Это возможно сделать абсолютно параллельно. Составить договор купли-продажи, прийти к нам или в управление Росреестра и подать два заявления. Первое – о регистрации вашего первичного права собственности. И второе заявление тут же сразу о переходе права на земельный участок под договор купли-продажи. Такое возможно. Кадастровый номер, я повторяюсь, можно узнать в любом нашем офисе, через интернет, либо в офисе МФЦ, заказав кадастровый паспорт, либо кадастровую выписку. Следующий вопрос – можно ли попасть к вам на прием? Какой у вас телефон и адрес? Вообще вы проводите такие приемы? Потому что, как вы сказали, онлайн сегодня очень много можно делать. Но бывают такие ситуации, которые, наверное, без личного приема. Дело в том, что прием у нас очень востребован. Личный прием у нас ведут абсолютно все в организации. В первую очередь это наш директор Жуков Андрей Викторович, все мы заместители, начальники отделов. Записаться на прием можно по телефону 277-74-72. 277-74-72. И там всю дополнительную информацию скажут. Следующий вопрос – куда я могу обратиться, чтобы продать участок? Вам нужно, во-первых, составить договор купли-продажи. И обратиться, опять же повторяюсь, в любой офис. Либо к нам в кадастровую палату, либо в управление Росреестра, либо в офис МФЦ. А чтобы продать участок, нужно, конечно, определить сначала кадастровой стоимости. Или совсем не обязательно? Вот если вы продаете участок, то вам, конечно, ничего делать не нужно. Если найдется человек, который купит у вас земельный участок, у которого будут отсутствовать границы, это очень хорошо. Но я бы на месте покупателя не приобрел бы земельный участок без границ. Я бы попросил установить границы на местности, установить границы в кадастре, вывез бы кадастрового инженера на место, чтобы он мне показал, где находят земельный участок. Потому что буквально неделю назад разбирали очень сложный случай. Человек построил дом, потом этот дом разделил на два, продал. И новые собственники живут в домах, которые не принадлежат им. Да, нужно быть очень внимательным. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на вопросы телезрителей. Мои вопросы. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова